Мои хорошие, всем привет, всем огромный привет! Да, сегодня мы с вами поговорим о сканерах. Слушайте, ну если честно, я давным-давно уже собиралась выложить их видео. У меня оно уже в принципе даже было готово, но правда темы были совсем абсолютно неинтересные. То есть последние их видео были о том, как они пошли там в доллар, в долларовый магазин, да, что они там могли себе позволить на этот, значит, купить за доллар. И вот там они ходили, мама с детьми ходила, выбирала, смотрела, обсуждала. И в принципе ничего там такого, знаете, вообще интересного абсолютно не было. А потом, значит, был еще там один магазин, когда они ходили, выбирали там все. Они выбирают теперь картины, все, видимо, их теперь, как говорится, прет, их тянет, их теперь на искусство, на высокое, на все красивое, да. Вот, потом, значит, показали они, как они им пришли, пришла им мебель, пришли им там полки. Они пытались их собрать, одну, значит, полку там для Ульяна они собрали, а для Илюши тут, как обычно, знаете, вовремя просто появился папа с работы, который, как всегда вовремя, помните, как, кто и курица с апельсинами, да, и ко всему остальному, там, когда ремонт идет, что-то там они собирают, вещи им привозят, значит, мебель им привозят из Икеи, да. И вот они, папа появляется у них постоянно в нужный, самый нужный момент. Ну, то есть, как бы, видео, в принципе, у них были такие ни о чем, поэтому, если честно, я даже вкладывать не стала, хотя, я говорю, у меня было готово видео. Но вот вчера я посмотрела видос, им пришла посылка, посылка им пришла с Украины. Посылка 27 килограмм, огромная посылка, они ее, значит, затащили там, смеялись, ребят, честно, ну, да, смеялись со словами о том, что, да, там, вот такая посылка, начали ее открывать, доставать оттуда. Ну, что же они оттуда достали? Достали они оттуда всевозможные, значит, эти зайчиков для Ульяны, которые так Ульяна их любят, Ульяна их там обнимала, целовала, игрушки, да. Для Илюши там всевозможные автобусы, троллейбусы, он тоже там был так счастлив. Это его игрушки, которые у него были, значит, там дома, в Днепропетровске, вот, чему он был безумно рад, безумно счастлив. И вот они, значит, все это перебирали, довольные, счастливые. Слушайте, достали Ульяне колготки, колготки такие, знаете, обычные такие колготки, тепленькие, с рисунками. Ульяна их там обнимала, целовала, нацеловывала, и папа сказал такую, знаете, вот фразу очень интересную, что да, в Америке, мама, вернее, сказала, в Америке не найти таких колгот никоим образом. Можно найти, мол, типа капроновые колготки, а вот таких колгот действительно нигде абсолютно нет, что, как правило, у них, значит, девочки здесь ходят в лосинах. Вот, да, и папа, значит, нам всем посоветовал и сказал, что тем, кто, кто соберется, мол, ехать в Америку, переезжать, имейте в виду обязательно, обязательно везите с собой колготки, ребят. Имейте в виду не баксы везите с собой, не деньги везите с собой, везите с собой колготки. А там Америка, как известно, на примере сканеров вас, конечно же, прокормит. Без платки будут вам просто, как говорится, по полной программе. Правда, на самом деле я сейчас слышала, что все значительно ужесточилось, и теперь нужно будет людям подтверждать, что у них действительно имеется большая сумма денег даже на год жизни в Америке. Ну, здесь не об этом, потому что немножко это другой канал у меня здесь, да, здесь будем делать обзоры на блогеров, вот. Ну и начали они там дальше трясти, всевозможные сладости им там, там, значит, конфеты, сосульки, вот это, значит, леденцы сосать надо. Схватил папа этот, значит, пакет, тряс этим пакетом с леденцами. Был просто безумно доволен всем на свете. И потом, знаете, вытащили вещи вроде Богдана, не Богдана, я не помню, по-моему, Богдана, да, двоюродного брата Илюши, да. Ой, да, да, это вот, значит, там, Танина там сестра, или чья там это сестра, в общем, вроде Танина, да, прислала вещи Богданчика. Ну, знаете, ребят, честно, сейчас уже смеяться не хочу, но тогда я действительно просто поржала на самом деле по полной программе. Внушенные вещи отправляют с Украины мальчику, который живет уже год с родителями в Америке, честно. Ну, для меня это просто полный трэш. Я считаю, что, знаете, я вот смотрю, когда блогеров, да, которые уехали в Америку, живут там благополучно, живут, причем год, два, три, вот тоже вот, ну, и работают обычно, и вот они показывают, как они без конца отправляют посылки, отправляют посылки своим родственникам в Россию, в Белоруссию, на Украину, там, в Казахстан, неважно куда, да, и вот показывают, рассказывают, с какой они вот любовью все это собирают там, потому что понимают, что, естественно, в Америке у них больше возможностей, да. А здесь, значит, вещи Богданчика, которые он уже ношеный, переношенный, да, сказали, вот он их мало носил, конечно, но они перепали Илюше. Вы знаете, если честно, я, ну, правда, для меня это немножко ненормальная ситуация, потому что я считаю, что уж вещи у них стоят в тех же магазинах, в Костка и везде, стоят абсолютные копейки, и родители в состоянии себе купить эти вещи, да, и детям купить, и вообще родителям нужно работать, наверное, а не принимать такие посылки, а высылать, наоборот, такие посылки на Украину своим близким, друзьям, как говорится, и родственникам, да, и не побираться. Ну, в принципе, я так поняла, что у них это смысл жизни, они привыкли так жить, для них это нормально, они считают нормальным не работать в Америке, они считают нормальным ходить постоянно по бесплаткам, куда ходят люди, у которых, знаете, сложные жизненные ситуации, видимо, они таковыми себя считают, и поэтому как-то вот у них все вот это вот так странно происходит. И я вот вспоминаю действительно ситуацию, когда папа набирал всякую билиберду, всякую фигню просто на помойке, да, и сын говорил, пап, не надо этого брать, не надо этого брать, и вот прошло буквально там несколько месяцев, может быть, полгода, и сын уже довольный, что ему присылают вещи уже действительно, которые кто-то носил, то есть, видимо, сознание меняется, естественно, дети всегда смотрят на своих родителей и равняются на них, что могу сказать, вот. Ну и дальше там, естественно, начали там показывать, ничего там особенного такого не было, были специи, которые там прислали, еще какие-то там вещи непонятные, то ли уже там для папы там что-то прислали, еще что-то, и огромное количество книжек тоже было прислано дедушкой с бабушкой, да, книжки, как сказала мама, книжки, купленные ей, значит, которые она заказывала из России, да, ну, как бы в этом плане, да, естественно, там нормально все, вот, что они пытаются воспитывать своих детей на этих книгах, это я считаю, что абсолютно нормально, так и должно быть, чтобы не забывать свою культуру, не забывать свой язык, вот. Ну, естественно, я прекрасно понимаю, что эта посылка обошлась дедушке с бабушкой просто в большие деньги, потому что пересылка стоит действительно больших денег, никого-то, тем более она идет по весу, ну, я надеюсь на то, что все-таки папа-сканер, конечно же, расщедрился и оплатил дедушке с бабушкой эту пересылку, ну, я просто на это надеюсь, потому что бедные, как вот обсуждают постоянно у них в комментариях, что у них в комментариях, у них на канале сканеров постоянно обсуждают, что зашквар жить в России, на Украине, в Белоруссии, что там просто люди побираются по помойкам, вот, и эти же люди с помоек шлют им, значит, посылку на 27 килограмм, ну, я надеюсь на то, что папа, конечно же, оплатил эту пересылку у дедушки с бабушкой, просто что он действительно, ну, а как иначе, они же в стране возможностей, они же в Америке, они же работают, ну, по-другому, я думаю, никак не поступил бы порядочный человек. Мои хорошие, вас всех обнимают слую, естественно, у меня на сегодня все, всем прекрасного вечера, всем всего хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, блин, меня тут уже трясет, все, всего вам самого-самого хорошего, все, всем пока!